всем привет начну видео с этих наших футболок которые гуляют у нас из видео видео в общем если вы помните здесь были пятнышка вот такое вот такое едва почему ничего нету я замочила при вас азелитом и вот собственно говоря сашина футболка ну вот немножечко может быть какой-то оттеночек еще есть ну вот здесь ничего нет мне кажется выставляю на ваш суд по моему все хорошо по крайней мере здесь уж точно пятен нет так что азелит как всегда справился да как вы считаете и вот таким образом я удаляю сложные пятна перкарбонат не справился я вам показывала азелитом же запшикали все чисто ну что надеваю эту футболку и идем в новый день здесь у меня сушится белье включила вентилятор и вот это индира которую в икеи берем чем я еще сушу так аромат очень очень приятный купила же два себе кондиционеры по скидке были и вот сейчас таким образом сушу потому что в сушилке запах кондиционера уходит всем привет всем здравствуйте ждем сашу домой сейчас работы попросила приготовить мне знаете что печень куриную сметане с лучком тушеную ездили искали печень в общем в одном магазине только нашли нигде больше нету но как всегда и там последние три три или четыре лотка были я два взяла что мой красивый симка тут вот так что такие вот дела дорогие друзья сейчас по хозяйству занимаюсь у меня еще сегодня завтра выходной день да вот а потом в работу и снова цикличные у нас производственные дни знаете что хотела сказать дорогие друзья если вы знакомы если вы знаете и вы сталкивались перечтите пожалуйста мне питомники по разведению маяткулов прям такие хорошие качественные питомники прям чтобы у них там с генетикой было все в порядке буду вам рада присылайте мне ссылки я их все равно увижу можно не вконтакте присылать в общем сейчас буду подбирать потихоньку себе котейку любовь любовная у меня с нерисом да да я против я говорю про тебя но ты мамкин ты сашкины в общем деле мы сейчас сашей куна до вот так делим пытается слышать свои име и задают мирисуль будь здоров так вот значит такая у меня печень сейчас промою хорошенько удалю все лишнее обжарив на сковородкой на сковородке и протушу в мультиварке так что будем сейчас делать печеночные дела мне здесь уже закарамелизировался немножко лучок положила печень печень куриная я вам показывала это я для тех кто может быть сейчас только подключился к нашему видео к нашему влогу в общем стоит сейчас на режиме обжаривания прям кусочками так будут специи будет перец чеснок здесь столовую ложку развела муки холодной воде видите она уже хорошо развелась будет сметанка и будем все это дело здесь тушить протушивать я добавила уже сюда муку сметанку все будет сейчас тушиться и хочу обратить внимание когда мы даем вот такую вот размоченную муку сразу с водой никогда не свернется сметанка будет однородная такая сливочная красивая масса все тушится готовится буду варить рис и котлетки жарить из магазина лента и вот такой рис вот такие корлеты мы взяли у них уже там готовы кулинарии и сейчас я их буду жарить получается мы набрали на 300 почти 30 рублей и вышла здесь 400 и 600 ну килограмм ну не люблю конечно панировки на других не было и а а а а а а а а и а а а а а а и а а а а девочки все готово рис готов к клетки на водичке долила на пару Здесь тоже все готово с подливом И, в общем-то, Игорю уже положила Печеночка, котлеточка и рис Ну, надеюсь, будет вкусно Печень нежная получилась Так, девочки, теперь не отвертеться Смотрите, покупала на ярмарке наш творог Он вылежался, я люблю творог, который вылежит и полежит Два яйца, манка Здесь у меня ванилин и будет сахар В общем, получается на полкило идет одно-два яйца Смотрите по жидкости, по сухости творога Примерно 40-50 грамм манки Одна-две столовые ложки сахара Ну, и дальше просто уже по состоянию Так что буду делать, буду замешивать Мука до формирования самой, ну, для придания формы Так что вот из этих продуктов будет сейчас у меня готовиться сырники Сначала всегда смешиваем все сухие ингредиенты Здесь уже час манки Здесь у меня уже сахар И обязательно любая, даже сладкая выпечка Требует соли Немножко солим И все сухие ингредиенты смешиваем между собой Так лучше все распределиться А уже потом добавляем яйца Я не люблю, чтобы сырники были однородные Мы любим, чтобы там чувствовался творожок И остаток идет манки У меня так удачно манка закончилась Ну, как всегда, наши дорогие соседи нас выручили И так получилось прям ровно-ровно Отвешали нам Не отвешали, просто дочка соседки насыпала из пачки И я говорю, хватит И она говорит, ну, еще досыплю И вот получилось как раз то, что доктор прописал Я добавила еще сахара Смотрите, когда мы даем куда-то манку В любом случае надо дать постоять, настояться Ну, примерно 30 минут будет достаточно Манки нужно взять влагу из соседних продуктов Которые у вас замешаны от соседних ингредиентов И затем еще раз все хорошенько перемешать До однородности Вот Сейчас я дам яйца Добавлю Не все почему-то любят Вернее, несколько человек не любят Когда я говорю слово дать Даешь Это их очень как-то Волнует Ой, как я люблю село зеленое Ну, у нас нет домашних кур Я люблю, чтобы яйца аж красные были Имеется ввиду куриные Потому что из контекста там никто не выдернул Вот, масса у нас приготовится Сейчас постоит И будем уже формировать и делать сырнички Помните, какие у меня были последние сырники? Ой, мама дорогая Я получила отклик от вас Очень было много комментариев Кто сказал, что да, действительно И у нас так получилось И стало получаться Все-таки это из-за Отсутствия уже качественных продуктов В магазинах Тут даже можно тесто, смотрите, вымесить И колбаской закатать И кружочками нарезать Все, дам постоять Обязательно накрыть Потому что творог, он быстро сохнет И кружочков, и кружочков, и кружочков 80 минут на то, что у вас есть необходимые нам качества. 80 минут, которые определят следующие 80 лет ваших. Я считаю, что газ может быть. Я не закончила. Я не закончила. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Так что смотрите какая красота И будем сейчас еще доделывать вот эти Так что я считаю, что домашний творог Эта тема хорошая Субтитры подогнал «Симон»